Иран Трофейный охотник Сергей Мазуркевич отправляется в Иран. В этой экспедиции он намерен добыть два трофея – германского барана и персидского пустынного хозерога. Сейчас очень важный момент проявить терпение. Ошибаться сейчас нельзя. Ожидал немного проще охоту, и пришлось походить. Здесь не все так легко, как кажется, на пересгляду. Стрелял 40 градусов наклона сверху вниз. Эмоции. Горы не прощают вот такое отношение. Смотри, попадание было здесь. Трофейная охота в Иране. Фильм первый. Германский баран. Исламская республика Иран находится в Западной Азии. Граничат с Ираком, Азербайджаном, Арменией, Турцией, Туркменией, Афганистаном и Пакистаном. История государственности в Иране – одна из древнейших в мире. И только по письменным источникам охватывает почти пять тысяч лет. На сегодняшний день Иран – одна из немногих существующих теократий в мире. Эта страна находится в стратегически важном регионе Евразии и располагает крупными запасами нефти и природного газа. Санкции, наложенные на Иран с 1979 года, ограничивают контакты и доступ республики к технологиям. В Иране распространены 11 видов горных копытных, которые могут быть интересны трофейным охотнику. В этой экспедиции целью станут керманский баран и персидский пустынный козерог. Здесь есть легальная охота, здесь есть рабочие места, и сегодня мы покажем, сколько благодаря этому есть животных. Координацией экспедиции займется Асиф Ильясов, известный аутфитер, организующий охоты по всему миру. Мы пойдем по низу, всегда будем мешать, потому что ветер. Иран – своеобразное место охоты в плане того, что здесь не все так легко, как кажется на первый взгляд. Вам дается перечень животных, но это не значит, что вы можете их добыть, это не значит, что вы можете получить на них лицензии, разрешение, это ничего не значит. Даже у нас был перенос охоты с ноября у Сергея, потому что правительство решило, что нет. В ноябре охоты не будет. Билеты выкуплены, лицензии даже готовы, перенесли охоту. Принимающей стороной в Иране выступит Исрафиль, иранский предприниматель и популяризатор охотничьего туризма. Поэтому у нас есть возможности на охоту. Как обычно, эта вся история, в принципе, у всех охотников ограниченное время. Желание есть, но нет возможности именно по времени. Изначально организатор закладывал четыре дня на одну и другую позицию, восемь дней, но мы просили все-таки сократить это до пяти дней. Асиф встречает охотника в аэропорту Тегерана и сообщает плохую новость. Я получил на этот карабин. Номер оружия, с которым прилетел охотник, не соответствует документам на ВОЗ. То есть мы сейчас будем с него все получать? Первый раз за всю историю охоты напутали все с номерами карабинов. Подали номера предыдущего карабина, который раньше был куплен. Принципиальный вопрос стоял, что мы охотимся со своим карабином. Что решать? То ли остаемся в Тегеране и ждем новое разрешение на новый карабин, то ли едем на место. В конце и в итоге порешали, что мы оставляем все документы, делаем заявку и ожидаем. Но ожидаем уже в месте охоты. Масон. Опытный иранский аутфитер и давний приятель Асифа. Он будет проводником охотников на иранской земле. Очень хорошо. Сергей, будем позитивны? Все нормально. Главная охота. Все это мелочи. Теперь необходимо преодолеть 650 километров до города Мехрис. Там будет базироваться охотничья экспедиция. Самая населенная западная часть страны одновременно и самая гористая. Самая высокая точка Ирана – пик Димавент высотой 5604 метра. Иран – индустриальная страна с развитой нефтяной промышленностью. Литр бензина здесь стоит в районе 10 центов. Бензин недорого. Это дорога. Машина дорога. 130 тысяч долларов. Несмотря на развитую транспортную инфраструктуру, в Иране на тысячу человек приходится всего 30 личных автомобилей. Спустя 7 с половиной часов команда прибывает на базу. И Сарафиль подготовил охотникам роскошный прием. К вечеру вопрос с винтовкой был улажен. Целый день занималась целая группа специалистов, принимающей стороны. Для того, чтобы разрешить этот вопрос, буквально к вечеру он был по информации решен. Мы с Сарафиль получим карабин с утра и двигаемся на охоту. Это что? Это очень важная вещь. Это легкая. Можно подтянуться. Это называется третья нога. Теперь команде необходим отдых. Ранним утром начнется охота. Ареал обитания германского барана находился в 62 километрах от города. Утро 13 декабря, 4.23. Пристрелку проведем, короткую. Сейчас устанавливаем мишень. Я начинаю со 100 метров, а потом на 300. Прямо на машине пусть подъезжают туда. И фары светят, и все. Пуля в чужом климатическом поясе летит иначе. Поэтому перед охотой в новом месте лучше провести пристрелку. Пойдет. Ветер немножко сдувает. По вертикали я поднимаю сейчас. Сейчас проверим. 100 метров. Я знаю. Право. Раз, два. Ну нормально. Это ветер сдувает все равно. Зимой температура в горах ниже нуля. Для этих мест характерны обильные снегопады и сильный ветер. Сейчас просто вспоминаем иранские наши поездки. Всегда, когда ветер, это холодно здесь очень бывает. Как правило, утром, да, и вечером. С восходом солнца температура начинала подниматься. Порывистый ветер практически стих. На окружающих склонах то тут, то там начали появляться небольшие группы баранов. Это были молодые особи и самки, не представляющие трофейного интереса. Хантеры, они не пытаются снимать маленькие животные. Они всегда снимают большие животные, 9 лет, и трофей. Это не снимают ни одного хантера. Это были волшки или другие животные, которые они просто убили для мяса. Это лучше знать, что мы не убили, и мы никогда не убили животные, ни маленьких животных. Мы всегда снимают трофей. Здесь лежит он один, один лежит, километр семьдесят девять, не знаю. Когда ягеря говорят, что что-то есть, надо их послушать. Я лежит один. А что эти всегда шансы, это всегда какие-то варианты есть. Надо всегда просматривать, потому что около них могут находиться другие. Где он маленький? Маленький. В данный момент размеры нам не подходят. То есть мы будем продолжать наш путь. Но это же охота в эту гору. Пять-шесть лет. Поэтому мы должны всегда, я считаю, на охоте смотреть. Мы называем путь к небу. Если вы просто убили животные, конечно, это не право. И в Иране, если вы убили животные, они выставят вас в письме. Если они выставят вас в письме, если вы выберете, вы учите русский язык. И после русского языка, вы превратите к исламу. И после вы превратите к исламу, вы научитесь как читать Корану. То есть персия, ислам, Коран, и все это ключевые к небу. То есть, если вы хотите взять это себе в аэропорт и просто взять его домой, то это результат. Вы уйдете в небо. Германский баран – это гибрид лористанского муфлона и белуджистанского уреала. Преимущественно обитает на невысоких пустынных холмах. Из-за скудного рациона имеют весьма миниатюрные размеры тела, благодаря чему его рога выглядят несоразмерно большими. Исходя из наблюдений охотников, длина рогов редко превышает 90 сантиметров. Рекордный самец был добыт в 1971 году. Длина его рогов составляла 91,8 сантиметра. В целом, где-то в Иране приблизительно за год выдаются 40 лицензий на керманского барана. Эти 40 лицензий могут получить как иностранные охотники, так и местные охотники, которые все-таки здесь тоже присутствуют. У нас разрешение на охоту на керманского барана, лицензия, экологическая лицензия, выдана все официально правительством Ирана. Здесь есть тоже зеленые, так называемые, которые являются противниками охоты, начинают разные разговоры. Они не понимают, что человек, въехавший на территорию Ирана с оружием, физически является охотником. Он не может приехать в Иран с оружием без лицензии. Это невозможно, потому что уже в аэропорту это все спрашивается. То есть, когда ты прибываешь в страну, разрешение это закрепляется за номером карабина, и ты можешь охотиться только с тем оружием, с которым ты прибыл, с тем оружием, которое закреплена вот эта именно лицензия. Поэтому мы сейчас для местных жителей тоже сняли короткий ролик и объясняем, что, ребята, мы приехали, во-первых, официально, самое интересное, человек привез деньги в эту страну. Он тратит на вашу страну деньги. Игоря, видели барана? Сейчас будет делать подход. С той стороны пять штук. Каждый турист несет финансирование, которое позволяет организовать рабочие места. Вот с нами сейчас двигается порядка десяти человек. Они получат доход после нашей охоты. И, соответственно, этот доход пойдет на богосостояние их семей. Существенная часть финансирования, которое оставляют здесь туристы со всего мира, идет на популяцию, разведение и сохранность этого уникального подвида. В Иране популяция животных, на самом деле, на хорошем уровне, так сказать. Конечно же, не всех. Например, кириманский баран. Прекрасная популяция, его много. Персидский пустынный козелок тоже, я считаю, много, потому что мы каждый раз на него без каких-то проблем берем лицензии для желающих охотников. Один был более-менее такой. Кения, где когда-то запретили охоту, что произошло сейчас? Популяция животных почти выбита. То есть там, в стране, где отсутствует охота, животные, популяция уменьшается. Это уже дважды 24 стало. Люди это не понимают. Потому что сам местный егерь, местный охотник, он заинтересован в популяции, что приезжали международные охотники, платили деньги за охоту. Самое, что интересно, мясо-то остается кому? Местному населению. И тогда исключается сам вариант, чтобы место шел и убивал для себя. Ему это не надо. Он, наоборот, будет сохранять животных, он не будет пускать лишних людей, тем самым выигрывает все. Такова суть охоты в Иране. То есть ты едешь на машине, посмотришь, останавливаешься. У нас еще три группы игреет находятся на других точках, которые тоже смотрят. На мотоцикле и две машины. То есть сейчас все заряжены на нахождение нам нужного трофея. Сейчас мы берем все, что нам нужно, телескоп, лоптики, и идем, посмотрите. Здесь горы вот такие, видите? Можно сказать, Сергей, легкие горы здесь, да? Как бы сравнительно. Можно ехать начинающим, на самом деле. Серьезно, сценика, возможно, да? Как бы начинающим будет сложно. Барьер. Да. Для начинающих. Для начинающих. На Козерог это точно смогут. Иногда приезжают люди к нам на Азербайджан. Первый раз на охоте он на дагестанского тур. Но я не считаю, что это правильно, потому что когда ты учишься водить машину, ты же с Бентли начинаешь. Самая большая ошибка в горах, это когда ты, на самом деле, думаешь, что ты уже все, ты все умеешь. Горы не прощают вот такое отношение. С горами всегда надо быть на вы. Надо начинать, как Асиф сказал, с малого. То есть, допустим, Испания, Иран, Барьян. Потому что если сразу пойти на самом деле на какие-то сложные охоты, то иногда начинают мысли. И в моей практике тоже была такая история, когда приходят такие мысли, зачем тебе это все надо. Это значит, где ты взял выше планку, чем ты можешь. К этому надо постепенно, поэтапно приходить. В нашем случае мы пошли немножко от обратного. Мы прошли довольно сложные охоты. Это я считаю, что Дальний Восток, Россия наша, это самая сложная охота и самая настоящая охота. Потому что тебя забрасывают туда, где нет гарантий никаких. Там есть палатка, есть то, что с собой взяли, и есть твои ноги. Сергей, а знаешь, почему Игоря подумали, что это большой баран? Потому что это маленький козерог. Два молодых самца, 816 метров. Это не зона козерогов. Просто скалы запрели. Конфетами кормят пока. Ищем баранов, мы находим козерогов. Будем искать козерога, найдем баранов. Почему бы и нет. 12 часов 45 минут пообедали. Осталось 5 часов охотиться. Ну, по крайней мере, светового дня. А будем выдвигаться в ту сторону. И Игоря говорят, что бараньи на местах. Ближе к вечеру подходящий трофейный самец был обнаружен. На 500 метров, если подойдем, я думаю, надо попытаться. Далеко, километр 3 где-то. Подождать ветер сейчас, вот тут они и направо. У самого рогатого самца группы был удобный отличительный признак. Белое пятно на боку. Скорее всего, мы пойдем понизу. И там будем лежать, потому что ветер. Если вдруг сейчас мы не успеваем, мы их оставляем на утро. У нас варианты, они сейчас уже позже вечера. Это был декабрь месяц, мы понимаем. И день световой, он короткий. Рассветало в 7 утра, а в 6 часов уже было темно. Охотники преследовали группу до самого заката. Единственное, что оставалось, понаблюдать, примерно понять их направление движения, чтобы на следующий день продолжить поезд. Утром команда направилась на поиски вчерашней группы. Начинается пешая охота. Так как на машине мы можем спукнуть, и это не есть хорошо. Самое важное, чтобы бараны нас не обнаружили первыми, чтобы можно было произвести подход. В противном случае они начнут движение, и марафон и гонка, как правило, заканчиваются. Неудача для охотника. Мурат – главный егерь на этой охоте. Его опыт и удивительно точное понимание повадок дикого зверя позволяют ему безошибочно находить и выслеживать горных копытных. Очень трудно увидеть, очень трудно. Даже профессионал, даже так, от привода же есть люди, которые хорошо видят. Вот все равно трудно. Потому что рельеф, он сливается с ним. Вот сколько камня не мог быть и вправо, и вправо. Он говорит, нет, слева не должно поймать. Сейчас главный вид. Яскомая группа находилась в тени между двух холмов. По утверждению егерей, часть баранов сейчас паслись, а остальные расположились на полуденный сон. Наши корабли здесь. Может быть, на этой стороне, может быть, на этой стороне. Мы храним, мы сжимаем, мы сжимаем здесь или в другом месте. Сейчас очень важный момент проявить терпение. Ошибаться сейчас нельзя. Не знаю, они там или нет, но скорее всего они там. Но он видел далеко как-то. Далеко, да, он видел. Все, они сейчас подлежат. Но они могут пойти на воду. Даже если они поют, ходим, мы знаем, куда-нибудь прыгаем. Малыш не обдвигается. А это два старых самца, непонятно где-то прятались. Где-то сидят вот. И вроде вылезти. Посмотреть, ну, шуганем. Ветер поднимается. Одно, что мы высоту набрали, сейчас попроще будет. Появление баранов ожидали уже больше часа. Движения молодняка в районе наблюдения прекратились. Похоже, бараны ушли. В конце концов, Мурат отправил на разведку одного из егерей. Из ущелья выскочили все те же молодые особи, которых наблюдали ранее. Полу дня потеряли. Начали уже собираться, и тут егерь один начал махать рукой сюда. Каким-то образом искомый баран оказался у подножия холма, на котором все это время находились охотники. Дистанция составляла всего 220 метров. Предстояло стрелять вниз, под очень крутым углом. Судя по всему, пуля настигла цель. Но баран не упал. И когда из-под холма выбежала остальная группа, стало понятно, почему. Баран вскочил не в результате попадания. Он подпрыгнул от звука выстрела. И оси, и оператор снимали не ту цель. Но реальное попадание все же попало в кадр. Его можно увидеть, если пройти по траектории полета пули в правую нижнюю часть. Здесь, в тени, и находилась большая часть группы, которую отлично видели охотник и егерь. Эмоции, потому что мы уже как бы уходили. Команда поспешила спуститься к трофею. Смотри, попадание было здесь. Слушай, я такое еще не видел. Пойну сданте, Шива! Поймезаде, Эйб! Здесь была, естественно, опасность, что при выстреле в этого барана я поранил другого. Выстрел сделал 220 метров. Это был рекорд в горах по короткой дистанции. Спасибо. Я установил два рекорда. Самая короткая дистанция на самый большой наклон. Ожидал немного проще охоту, как мне Сиф говорил, что мы приедем на машине, подъедем, посмотрим. Возьмите побольше трубу, Сергей. Мы будем смотреть с трубы, потом с капота будем стрелять. Но я думаю, на самом деле, надо так. Нет, пришлось походить. Мы не ожидали этот момент, посмотреть, что ничего нет, мы хотели уходить. Но егеря увидели, и мы быстро прибежали. Сергей вообще очень быстро побежал, мы старались за ним успеть. Я немного дальше как бы высунулся, сверху вниз, и увидел там порядка 8 штук. Еще вчера мы наблюдали, что вот эта белая часть, это наиболее такой старший. И как вот егеря сейчас посчитали, там порядка 9 лет. То есть он уже, можно сказать, репродукцию свою закончил. Стрелял 40 градусов наклона сверху вниз. И выстрел пришел, вот как видите, прям в рог, характерный был хлопок. Все остальные штук на 12 где-то убежало, остался на месте. Как говорится, ранение несовместимое с жизнью. Понятно, 220 метров это не расстояние. Но тем не менее, они уходили. Я боялся каждую секунду, что они рванутся с места и уйдут. Честно, был у меня такой момент. Большое спасибо за организацию. Спасибо всем ребятам. Знание организации охоты на высоте. Знание повадок животных, знание подхода. Каким образом надо против ветра, по ветру идти. Все на профессиональном, на высоком уровне. Откуда-то взяли шампунь, воду, то есть помыли, почистили, привели в порядок, сделали с него, можно сказать, лучше, чем он был при жизни. То есть они его полностью, вот эти 12 человек окружили, начали фотографироваться. Германский баран добыт. Завтра с новыми силами охотники снова отправятся в путь на поиски персидского пустынного козерога. На самом деле все окажется немного сложнее, нежели представляют охотники. Но это уже совсем другая история. Сейчас дистанция 1300, попробуем поройти на 600-700. Произошел промах на 740 метров. Пока время терпит, мы будем бороться до конца. Ребята, это не сценарий, это реальная охота. Все есть как есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова